Привет, Эйка. Я Бэтмон. Любовь стилей и аж 8 костюмов для собак. Смотрите ролик до конца, чтобы увидеть все. Ставьте пальчик вверх и потом напишите, какой из нарядов понравился вам. Привет, с вами Дубма Мали и мои собаки Чихуа Софи и Эйвен. И в честь нашей рубрики «Собака в образе», кто смотрел, спасибо вам. А кто не смотрел, ссылка в описании внизу. Я решила поболтать с вами об одежде для собак. Я купила разные одежды для Софии Эйвена на сайте listisdog.ru. Для чего? Да просто так. Многим хозяевам хочется наряжать своих малышей, ведь это так мило. Сказать, что это обязательно, вряд ли. Разве что только тёплая одежда на зиму и дождевички на осень. А вот остальные вещи мы, хозяева, скорее всего, покупаем нашим малышам просто для того, чтобы они выглядели няшно. И это правда. Что скрывать? Кому не хочется наряжать своих малышей? А может, кому-то и не хочется? Ладно. Самый интересный момент, как мне кажется, в этом всём, чтобы наряжать собак под себя. Например, вы любите чёрное и мрачное. Вы можете нарядить так свою собаку. Это Азраил, а это Валькирия. Вот тебе засохший цветок, Валькирия. Или вы любите яркое и спортивное. Подобрать можно и это, и нарядить свою собаку под себя. А может быть, вам вообще нравится ретро? И даже тут можно одеть собачек под свой стиль. Я называю это любовь стилей. Я не знаю, откуда взяла эту фразу, но она мне очень нравится. Кстати, очень многие сталкиваются с тем, что когда покупают в интернете одежду для своей собаки, она в итоге не подходит по размеру. Смотрите наше видео, как снять мерки с собаки по ссылке внизу. Давайте я теперь поближе покажу костюмы для Эйвена и Софи, которые я купила, и мы немножко поговорим о них. Эйвен у нас крутой парень. Я не Эйвен, я Бэтмен. А для нашего Хэллоуина я купила Эйвену и Софи вот такие вот костюмы Бэтмена и Женщины-кошки. У Эйвена здесь значок Бэтмена, такие завязочки для плаща, поясок и самое главное это ручки. Привет, Эйвен. Я не Эйвен, я Бэтмен. Привет. Привет. Мам. Сзади он полностью покрывает спинку. Не штанишки, а вот именно как плащик. Промой, расскажи. А у Софиши вот такой вот костюм женщины-кошки. Из очень-очень мягенькой бархатной ткани. А еще у нее вот такой вот капюшон с ушками. Этот костюмчик именно со штанишками и вот на таких вот пуговках. Приятный на ощупь, но внутри у него нет подклада, то есть он из одной единой ткани сделан. Костюм Бэтмена утепленный, вот Эйвен линяет здесь везде шерсть. Так как Эйвен настоящий брутал и любитель рэпа, я не могла не купить ему вот такую вот черную с тремя полосками толстовку Адидас. А Софише в подарок на день рождения я купила вот такой вот костюмчик. Из такой вот розовой ткани, как будто в розочку, с золотым бантиком и вот с такими вот золотыми бусами. Кстати, внутри он вот такой вот флисовый, мягенький. И к нему вот сюда вот на пуговке пристегиваются штанишки. Этот костюмчик довольно тепленький, он прекрасно подходит под зиму. Толстовочка эта на таких вот прикольных белых заклепках. Сзади у Ивасика значок Адидаса и вот такой вот полосатенький Адидасовский капюшончик. А у Софиши на штанишках сердечки и стразики. И вот такая вот резиночка на этой кофточке. Моя любимая толстовка теперь будет. Эйвен в этой толстовке настоящий брутал. Софи, сделай серьезное лицо, мы же крутые. Ага, уже. Также Софиши, как настоящей девочке, я купила вот такое вот офигенное платьице. Вот с такой вот пачкой. А Эйвен в этот стайл я купила настоящий моряцкий смокинг. Вот такой вот горошек, оно тоненькое, прикольно будет летом его носить. Вот такая у нее здесь пачка пышная. И красивый вот такой вот бантик. Классный темно-синий смокинг. У него здесь белая рубашечка прям. Здесь вот такие вот пуговки. Он тоже тоненький, отлично подойдет на лето наряжаться. Вот такая вот красная атласная бабочка. И вот здесь мне нравятся вот эти на рукавах желтые полосочки. За счет вот этих пуговок золотых, он сзади очень прикольно тоже смотрится, как смокинг. Скажите же, Эйвену идет эта красная джентльменская бабочка. Думаешь. А еще когда... Эйвен, что ты там опять руешь? Ла-м-м-м-м. Он все время плячет их, а потом ест без меня. Из серии чего-то темного я заказала Софиши вот такое элегантное, красивое черное платьице. А Эйвену в этот черный, готический стиль отлично подойдет вот такой вот костюм скелета. Вот такое вот оно полупрозрачное, с узором, с таким вот. Прикольный воротничок с стойкой. А рукавчики вот здесь прошиты резиночкой, и получаются такие вот рюшечные рукавчики. А здесь у него на капюшоне молнии, он, кстати, тоже утепленный. Такие резиночки на странишках. Скелет в капюшоне. Даже ножки у Эйвена есть. Красивая такая кофточка, да, Софиш? Ну, Софиша линяет, и все, платьюшка, похоже, будет шерстить. Мы крутые в этих костюмчиках, да, Саля? Сразу вспоминаю, как мы превращались в котов. Кстати, у Эйвена и Софиши теперь есть свои личные страницы ВКонтакте. Так что добавляйтесь к ним, друзья, я думаю, они будут рады. Надо придумать, что одеть на новый год. Эйвен, ты опять ешь лакомство? Нет, Софи, застряла в зубах. Да, конечно, конечно, просто делите, находишь, как всегда. Правда, застряла в сахи. А что, доел уже, все, доел? Вот я же вам говорила, он всегда так берет лакомство, прячет. Хватит без меня обманывать про меня наших подписчиков. Ну, а что тогда в зубах у тебя застряло? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.